Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня опять-таки продолжаем играть в Fit and Grow Fish. И, ребят, в данный момент я буду всё-таки за Браурага играть сегодня, но для того, чтобы поиграть за Браурага, мне, разумеется, нужно сначала, изначально, видите, что сделать? Набрать левел, набрать денег и так далее и тому подобное. Увы, многие спрашивали, почему, почему... Ладно, не обращайте внимания на эту огромную креветку, ребят, не обращайте внимания. Ай! Она на меня нападает! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Какая дерзкая! На рыбу нападает! Не креветка, ребят, это у нас трилобит. И вы, наверное, задаёте вопросом, почему трилобит такой огромный? Да, ребят, всё очень просто, на самом деле. Я узнал способ, где можно спокойно, без проблем, играть вот за... Эй! Эй! What the fuck! Она ещё и не жрёт мясо, посмотрите-ка. Зила убила меня и просто уплыла? Серьёзно? Ну ладно. Офигеть. В общем, такая вот, ребят, ерунда. Вот так всё сложно, так, биба, соберём. Ээээ, смотрите, да, в итоге. У нас все здесь суперогромные. Благодаря тому, что мы создали сервер, можно сказать, в мультиплеере. Не в одиночной игре, как я создавал до этого, ребят, а именно в мультиплеере. Там можно настроить, поставить настройки, чтобы вы получали намного больше левела. То есть, смотрите, я съел один кусок мяса, мне уже дали целый уровень. Сейчас ещё уровень, уровень, уровень за уровнем, ребят. Просто жесть. И абсолютно на всех это влияет. Абсолютно на всех. Даже на трилобитов, даже на крабов, даже на всех, 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 всех остальных. На акул и всех остальных жителей этого мира. Вот так вот, ребят. То есть, довольно-таки всё круто. Теперь прокачаться будет намного легче именно в этом режиме, именно в мультиплеере. И мне это нравится. И здесь можно выставить, ребята, так, чтобы мы могли убивать своих же, таких же, как и мы, вида акул. Ну, не акул, в данном случае рыб. То есть, если я буду играть за акулу, за какую-нибудь, то я смогу таких же акул убивать. Чтобы они мне мешали и также не забирали у меня мясо моё. Моё драгоценное мясо, которое я добиваю, добываю сам. Смотрите, там вдалеке у нас огромнейший, огромнейший просто браурак, думк листей. Но мы сейчас будем разделывать эту тушу, тушу трилобита огромнейшего. Это, ребят, не самый ещё большой трилобит, который здесь может быть. Но вот этот трилобит уже большой, вы видите, он уже большой. Вон барракуда гигантская, здесь просто мир гигантов. Это знаете, как есть Годзилла и так далее. Если бы здесь была маленькая Годзилка, то мы смогли сделать из этой маленькой Годзилки огромную, как в настоящих размерах. Так, окей, давайте посмотрим, что ещё есть в этом мире. Смотрите, у нас там мясо. Офигеть, вот так выглядит мой Бибас. Я за сколько, ребят, буквально за минуту его прокачал. То есть, до 42-го левела за минуту, вы понимаете. Раньше такого сделать было просто невозможно, такое было сделать, да. Как мне, кстати, сказали, то, что мы можем теперь качаться на... На-на-на-на-на-на-на-на-на. Опа-на, нифига себе, какой Голиаф-то огромный. Можем качаться на больших рыбах, а точнее на одной большой рыбине. Это у нас, ребят, как раз таки на Мегаладоне. Я видел, ребят, то, что вы пишете всякие крутые имена. Мне действительно прикалывает, когда вы пишете имена всем этим рыбам. Но пока что я не выбрал, потому что комментариев так много. Я пока что не выбрал, ребят, имена, которые вы мне советуете. Так что можете писать также имена для Броурага. Здесь, в этой серии, ребята, я буду играть за Броурага, если вы не поняли. Чтобы я ещё выбрал из всех этих имён имя Броурагу. Потом мы, ребят, уже выясним с вами, какое имя будет иметь каждая рыбина. И будем называть их по именам. Смотрите, какой большой краб. То есть, не особо-то большой, но довольно-таки большой всё равно. Это у нас, ребят, огромный... Как его называют-то? Огромная малявка. Огромный малёк, да. Огромный малёк. Здесь, я не знаю, какой предел уровня. По-моему, здесь предела уровня нету. И мы сегодня, ребят, с вами будем качать Броурага просто до максимума. Так, пока не будет у нас лагать игра. Мы у меня многие просили, чтобы я прокачал хоть какую-то рыбину до 500 уровня. И сегодня это случится. Сегодня это случится. Буду прокачиваться, пока не устану. Вот такие вот дела. Так, хорошо. Давайте всё. У нас, кстати, 582 золота. Я хочу потом ещё это мясо оставить на моего Броурага, чтобы оно осталось Броурагу, когда я буду за него играть. А смотрите, здесь у нас и мурены, и все остальные. Я их проглатывать пока не могу, но это очень круто. Это действительно очень круто. То, что все вот эти существа, они могут быть супер большими. Знаете, кто не может быть большим? Только лишь маленькая креветка, да ведь? Креветка постоянно плавает, которая не может не кусаться, ничего. Она просто может существовать. Да. И здесь очень сильно вырастают, ребят, рыбы-зебры. Я их так называю, потому что они похожи на зебру. Не потому, что у них такое название, но, ребят, на самом-то деле, рыбу-зебру можно называть по-разному, как рыба-зебра, либо ещё какое-то название. Я не помню, какое. Не буду вспоминать, потому что я назову неправильно, если начну вспоминать. Да я знаю то, что у неё какое-то официальное название другое. Но она же похожа на зебру, поэтому я называю зеброй. Ладно, в принципе, всё нормально. Жрём, 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 жрём. У нас 83-й уровень. Просто мы за буквально несколько секунд набрали 83-й уровень. Сейчас мы ещё это мясо всё заберём. 85-й. Просто как на глазах, ребят, как на дрожжах растём. Офигенно. Опа-на, подождите-ка. Ооо, да ладно! Броу-рага, дунклестей нашего завалили. Нашего братана большого. Всё-таки, видимо, мегалодон, ребят, ну он намного сильнее, это и так понятно. Но он не больше был, чем дунклестей. Смотрите, завалил. А чё он стоит-то? Чё это акула-то стоит? Эй, ты мёртвая или что? Ну, в общем, вокруг него, вокруг этого мегалодона много рыб, но они почему-то ничего не делают. Смотрите, там у нас просто невероятных размеров. Невероятных размеров. Кто? Всё верно. Голиаф. Я не знаю, вот он, наверное, проглочит теперь даже акулу. Блин, она мертва или нет? Да вроде нет. Или да? Так, заберём по-быстрому всё это мясо. Не оставим, не оставим никому мегалодону мы это мясо. Так, оно меня не преследует? Что-то не видно, нифига. Ладно, без разницы. Забираем мясо и едим его, наверное, да? Почему бы нет? Так, надо быть осторожным с Голиафом. Хотя, давайте, наверное, сейчас попробуем его убить. То есть у меня сейчас будет сотый уровень почти. А, вот, сотый уровень. Ровно сотый уровень. Давайте попробуем, наверное, его как-нибудь убить или что? Мне вот интересно, сможет ли он сотый уровень проглотить. Так, смотри, здесь ещё Голиаф маленький. Мёртвый. Никто не ест его. Все брезгут. Это, знаете, как зелёный огурец, у него попал валяется, никто его не ест. Только здесь зелёный Голиаф лежит. Так, и никто его не ест, к сожалению, кроме меня. Видите, я не побрезгал. Огромный удильщик, просто где-то такого же, наверное, левела, как и я. Но, мне кажется, он меня бояться будет. Давайте попробуем его убить. Нет, не боится, смотрите. Сражение пошло. 418 урона. У него больше урона, чем у меня. Но при этом у него жизни не так уж и много, поэтому я его просто, ребят, благодаря тому, что у меня скорость атаки довольно-таки высокая, я его просто завалил. Ну что, 124 уровень, я не знаю. Давайте попробуем Голиафа избить. Как вы думаете? Сейчас я попробую к хвосту, наверное, его приблизиться и напасть. Так. Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- денег только большой-большой левел и размер так ребят заново заново начал чтобы меня большие рыбы не терроризировали чтобы я мог сейчас нормально прокачаться чтобы не мешал этот голиаф и так далее видите меня бьет мой же браурак я буду с ним сражаться один на один браурак против браурака научит наверно будет жрать мясо да и увеличиваться он так и делает он так и делает ребят он уже стал больше меня блин я так думаю то что мы его таким образом вообще не убьют но я буду стараться пока что я ему вроде бы нанес больше ударов чем он мне видите как бы браурак он меня как бы неохотно атакует потому что он понимает что я его сородич но все-таки после атак он сразу же видите агрится агрится именно такой типа ты делаешь мне больно я буду делать тебе больно в ответ окей ну все я проиграл ребят блин ну сколько раз я его ударил я не знаю сколько у меня урона видимо у меня урона очень мало то что я не могу его убить но я думаю я его покосал вообще нормально очень даже неплохо так смотрим что у нас тут вообще происходит ооо нет бежим бежим господи странный мегалодон этот да вы издеваетесь да нет ну как можно так сколько вообще пипец везде оказывается эта рыбина большая и убивает меня сколько можно не я и отомщу ребят я и отомщу так я даже этих рыб пока что есть не могу видите насколько все плохо все могу да все могу отлично видите мы потихоньку растем потихоньку едим этих рыбок ведь с одного удара мы убиваем строго удара мы уже расчленяем полностью вот 190 2x выдают сразу же за то что мы проглатываем эту рыбину смотрите там сколько рыб зебр просто огромное количество зебр подо мной так давайте выполним все-таки локацию где крабы наверное там прокачиваться будет немножко полегче чем здесь мы даже эту рыбину мы не можем проглотить ну нифига себе у него здесь куски мяса это маленькая рыбинка ребят вообще круто вообще круто мне нравится давайте все таки на крабах попробую прокачиваться и там наверное заработаем больше левела чем если будем качаться здесь почему потому что нас могут съесть у нас есть возможность того что мы умрем в этой локации где у нас есть мегалодон где у нас есть гля где у нас есть другие браураги они меня не атакуют если я их не атакую браураг такие же рыбы как я но все таки все равно опасно мегалодон он очень свирепый он может прилететь сверху вы даже не заметите и просто сжать вас двух ударов это тоже не камильфо это я не хочу я не хочу давайте лучше зебр грызть грызем 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 и еще раз грызем окей принципе видите сколько левела с нее сразу дают мы получать 17 уровень офигеть это очень высокий уровень это очень круто мне больше всего нравилось нравится ребят то что здесь в этой игре теперь мы можем увидеть гигантских крабов гигантских моллюсков и вообще всех я не знаю за осьминога то есть осьминог же тоже может проглатывать было бы прикольно увидеть гигантского осьминога тут эти маленькие осьминожки если вы не помните они здесь тоже как безобидные такие существа плавают но они есть то могут может быть они не могут кусаться но есть они могут хотя может быть и кусаться могут то есть я этого не проверял я что могу знать было бы прикольно увидеть гигантского осьминога вообще ребят как я знаю планируют добавить в эту игру большого моллюска большого осьминога какого-то я не знаю как он будет выглядеть как в конечном итоге мы вообще с ним будем сражаться и так далее но будет интересно действительно будет интересно если его добавить я плане я надеюсь то что его добавит и буду очень рад так давайте руки наверно буду здесь качаться буду проглатывать этих странных купонов остановись мясо наверху отлично буду качаться на этих вот странных моих любимых моих любимых рыбок постоянно на которых я качались лет потому что это не эти рыбы которые я могу проглатывать смогу проглатывать в отличие от других и тем более они появляются на одной и той же точке я считаю то что это очень хорошая позиция для кач. Для буста своего уровня. Окей, 37-й уровень. Просто, ребят, за несколько секунд, а вот он спрятался от меня. Нифига себе. На несколько секунд мы подняли, ребят, очень высокий уровень. 37-й. Вот такие его дела. Так, ну что? А, всё, я могу проглатывать, ребят. Я могу их проглатывать. Всё. Просто спокойно, спокойной душой, ребят, я буду сейчас качать. Смотрите, 50-й, 51-й, 52-й, 53-й, 4-й. Офигеть. Давайте немножко выровняемся в позицию. А, их там двое уже. Всё, сейчас пойдёт уровень. Просто как в гору просто. Ух. На Эверес поднимемся, ребята. На Эверес. Благодаря тому, что левел поднимается просто с невероятной скоростью. Офигеть. Я даже не знаю, до какого, ребят, уровня мы сегодня докачаемся, но, наверное, до 300-го хотя бы попробуем. То есть, я не уверен вообще, какого размера мы будем и будем ли мы помещаться вообще куда-нибудь с таким уровнем в этот вот сраный бассейн. Потому что для меня это уже будет лужа, если мы докачаемся там, не знаю, до уровня 300-го. То есть, я уже гигантский, ребят. Видите? Мы видим мои... Меня изнутри. Вот, 113-й уровень. В принципе, можно уплывать, ребят, и качаться уже где-нибудь здесь. Смотрите. Огромная зебра! Офигеть! Офигеть! Вот это жесть! Такого я не видел ещё. Смотрите, она там застряла. Всё, я её вроде убил. Подождите-ка, это вроде не та зебра, которую я хотел завалить. Достал не ту зебру. И смотрите, сколько с них мяса просто. А, да, вон она всё ещё там. Надо забрать её оттуда. 508 урона у нас, ребят, с укуса. Ну, или приблизительно столько. Барракуду тоже мы выносим. Потому что мешаются все они. Она вроде бы огромная, ребят, но она мне вообще никакой угрозы не представляет. Здесь знаете, в чём прикол, ребят? То есть, вот эти все рыбы они вас боятся. А Мегалодон вообще ему пофиг на вас, на всех. Даже если вы будете в миллион раз больше него, Мегалодон будет постоянно на вас нападать. Опа, она гигантская креветка. Кто-то её уже пытается съесть. Почему-то я креветками стал их называть. Трилобит, ребят, трилобит. Так, окей, смотрим, что у нас вообще тут есть. Это, конечно, интралобиты. Я знаю то, что трилобиты, как бы, они по-другому немножко выглядят, но очень похожи на трилобиты, очень похожи. Официальное название, опять-таки, этого существа я не знаю. Так просто всех расчленяем. Смотрите, сколько у нас вообще здесь опыта, сколько всего даётся. Золото у нас уже четыре с половиной тысячи. Я не знаю, эту зебру мы проглотить не можем, видите, придётся её всё-таки кусать. А кусается, ребят, она с одного удара и полностью мы видим куски мяса уже после того, как кусили. Даже не надо второй раз кусать, ребят, для того, чтобы разделить эту рыбу на кусочки. Всё действительно офигенно. Так, давайте сюда заплывём. Там Мегалодон, ребят, там Мегалодон. Какой-то, если честно, он большой. Я не знаю, сможем ли мы его убить, но наверное, можно будет попробовать. Почему бы и нет? Можно будет попробовать. Так, всё, я атакую. Я атакую Мегалодона. Один на один. Браурак против невероятной рыбины. Против просто страшилы. Страшилы глубин этих. Жуть. Жуть глубин. Ну, мы её убили из двух ударов. Угар. Это, ребят, действительно мощно. Смотрите, здесь Браурак тоже. Мы его просто тоже забираем. У нас уже 184 уровень. И мы просто, ребят, лагаем. Просто лагаем. Нам не хватает уже места для этой рыбы. И нас постоянно, видите, трясёт. И камеру, ребят, будет трясти до самого конца, видимо, игры. То есть, чем больше мы уровень будем теперь набирать, тем больше камера будет трястись. Потому что эти размеры не предназначены для этой игры, как я понимаю, по крайней мере. Мы можем просто зажать правую кнопку мыши, ребят, и мы будем проглатывать абсолютно всех. Всех, кого мы здесь видим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я застрял. Ой-ой-ой. В текстуру влетел. Нет. Не хочу я там плавать. Спасибо. Так, окей. Смотрим, что у нас тут ещё есть. Смотрите, сколько мяса просто на поверхности. И никто его не ест. Вот что самое странное. То есть, как бы странно, очень странно. Рыб столько, да? Все пытаются вырасти, а мяса всё равно у нас на поверхности очень много. Окей, 199, ребят, уровень. Гигантская зебра. Они качаются очень быстро. То есть, я буквально ухожу на другую часть карты и вижу уже через пару секунд гигантскую зебру в том месте, где я был пару минут назад. Ну, пару секунд назад, ладно. И вы видите, да? Это вообще жесть какая-то происходит. Окей, едим. Едим, разумеется. Это всё... Это всё просто невероятно выглядит. И представьте, да, вот вот эти вот маленькие всякие акулки. Что? Мы проглотили Бегалодона, серьёзно? Вот эти маленькие вот не акулки даже, а маленькие мальки вот эти вот. Они, прикиньте, как им живётся. Просто они... Они появляются на свет и видят, насколько огромные существа в этом мире. И то, что шансов выжить им почти нету, ребят. Просто почти нету шанса. Офигеть. Так, смотрим, что у нас тут вообще есть, ребят. Набираем уровень потихоньку. 221. Там кто-то мне писал, что вот, лекция там 100... Какой-то уровень набрал и так далее. Уровень очень просто набирается, ребят, в мультиплеере. Там выставите правильные настройки и всё. В мультиплеере наберёте нужный вам левел. То есть, всё очень легко оказалось для меня. Я, ребята, не знал об этом. Мне писали, что можно играть в мультиплеере. Да, кстати, в этом мультиплеере можно играть почти за всех рыб. К сожалению, нельзя играть за Трилобита. К сожалению, нельзя играть за определённых вот этих вот... Не, за мальков вроде бы всех можно. Да, за Трилобита нельзя играть, это точно. Нельзя играть за осьминожку, это точно. Нельзя играть за... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, куда я полетел? Нет, нет. А, чё, мы не можем вылететь за карту? Серьёзно. Ну ладно. Видите, мы теперь такого огромного размера, ребят, что просто-напросто не помещаемся уже в этот океан. Вы представляете, да? Мы не помещаемся в этот сраный океан. Так, окей. Я не знаю, ребят, какой уровень в итоге мы наберём, но я постараюсь, ребят, набрать побольше, побольше левел. И вот, в общем-то, да, что я рассказывал насчёт тех, кого мы не можем выбрать. Ещё мы не можем выбрать, к примеру, тех же самых креветок, которые здесь плавают, для того, чтобы просто их можно было съесть. То есть они не являются какими-то рыбами, которые здесь поставлены для того, чтобы выживать, а именно они поставлены как пища, пища для игрока. Ну, такие вот дела, чтобы можно было хоть кого-то съесть, если у вас слишком маленькая рыбинка, которая не может съесть ничего. Вот такие вот дела. Да. Ладно. Ух, какая же огромная у меня рыбина. Вы посмотрите на нее. Вы посмотрите на нее. Она просто уже никуда не помещается. Она постоянно, видите, трясет камера. Трясется камера, потому что, ну, слишком, слишком мы не помещаемся, ребята, в эту уже, в эту лужу. Офигеть. Это, на самом деле, просто не поддается описанию. Так, ну что, ребят, я не знаю, что можно еще сделать. Остается только набирать уровень. Я буду набирать, 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 ребята, еще раз набирать. Видите, я не дал возможности Голиафу вырасти. То есть, если я видел Голиафов, я старался, видите, проглатывать их. И повезло то, что во время того, как я... Тут меня атаковал, кстати, только что. Во время того, как я путешествовал, сейчас рос, видел, как Мегалодон сражался с этим Голиафом. С одним из них. И тоже, видите, помогал мне не дать вырасти Голиафу только Мегалодон. По сути, Голиаф, ребят, здесь может тупо вырасти сам. То есть, никто ему не мешает. Он будет проглатывать всех, от маленьких рыб начнет и так далее. Смотрите, там краб какой у нас вырос уже. Где, как посмотреть-то? Как же его увидеть-то? Тяжело, ребят, с камерой здесь. Не, я показать вам не могу. Вон, кстати, Мегалодон у нас. Вон, крабик. Растет, растет. Смотрите, какой большой. Даже не хочется его есть, чтобы увидеть, насколько он вырастет. Но придется, но придется. На самом деле, жалко, жалко этого краба. Потому что он так старался, рос. Но его бы все равно, убилка Мегалодона, забрал бы, ребят. Его левел. У нас, кстати, уже трехсотый уровень. Это просто офигеть, как много. Блин. И смотрите. Я же говорил вам насчет Мегалодона. Он постоянно пытается меня атаковать. Ему без разницы, насколько я огромный. Сколько я маленький вообще. Он видит меня и просто пытается атаковать. Даже учитывая тот факт, что я его просто проглатываю. Он размером меньше, чем мой рот. То есть он спокойно помещается туда. И проглатывается легко. Безо всяких сложностей. Вот такие вот, ребят. Пироги. Хорошо. Но я буду, ребят, качаться. Качаться, качаться. Я не знаю. Может быть, будет какой-нибудь баг, который в итоге приведет меня к вылитую загрязь. Либо просто крашнется какая-нибудь фигня. Ну, в общем, да, вылит из игры в основном. Либо просто произойдет что-то невероятное. Мы улетим за текстуру. Либо нам просто не будет места для того, чтобы жить в этом бассейне. И мы там, не знаю, от обезвоживания умрем. То есть рыба так кислородом не может дышать. Поэтому она когда взлетит, получится так, что... Кислород ее убьет. Такие вот дела. То есть она может дышать только через жабры. Я думаю, вы это сами понимаете. Вы сами знаете, что рыба не умеет дышать на поверхности... Над водой, короче. Только в воде. Только в воде умеет дышать. Вот такие вот, ребят, пироги у нас, как всегда. Ну, ладно, все равно. Все равно. Набираем левел, ребят. Ничего нам не должно мешать. Просто. Я уже просто поворачиваюсь по всем, ребят. По всем просто каким-то мизерным вот этим вот проходом. Чтобы поймать хотя бы каких-то рыб, крабов и вообще добычу. Она просто залетает ко мне сразу в рот, как только на правую кнопку нажимаю. Я даже не вижу, кого я ем. Даже не вижу, кого, ребят, мне предстоит съесть. Она просто залетает ко мне в рот и все. Довольно-таки все просто и легко. Здесь уже, видите, никто больше меня точно не вырастет. Но в любом случае надо вот этих вот огромных существ, которые немножко пытаются вырасти, сразу же проглатывать. Это очень важная тема. Посмотрите. Посмотрите на это. Вы только гляньте. О, нет. О, нет, меня атакует эта акула. Что же мне делать? Я не знаю. Я не знаю, что мне делать, ребята. Просто как, знаете, зубочистка пытается меня проткнуть. Я не знаю, блин, как же это опасно для меня. Это невозможно. Теперь абсолютно, ребят, никакая рыба мне не представляет никакой опасности. Я вообще ничего не боюсь. Даже учитывая то, что эта акула меня будет грызть, 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 мне не страшно. Смотрите, куда я подлетел вместе с ней прям. Она вонзилась в мою плоть и летает теперь вместе со мной. Я не могу ее никак проглотить. Да, и даже если он меня будет, ребят, бить, я могу спокойно восстанавливать хп себе, точнее увеличивать хп. Благодаря тому, что я буду есть других рыб, то есть увеличивать свой уровень. То есть, в любом случае, я в выигрышной ситуации, даже если она меня будет грызть постоянно. То есть, даже если я ее не буду убивать. Но мне это не нравится все равно, пускай она лучше будет у меня в желудке, чем у меня на плавниках и грызть их. Да, вот такие вот дела. Хорошо, ребят, уже 377 уровень. Будем стараться все-таки качаться до 500. Я знаю, что, скорее всего, это будет долго. Я знаю, что, скорее всего, это будет сложно. Но как-то будем стараться сейчас, ребят. Как-то будем стараться. 380 уровень, это уже высокая цель, ребят. Это уже высоко мы подняли с вами. Но, конечно, хочется еще больше. Не знаю. Я еще не видел. Я еще не видел рыб такого уровня. Может быть, вы видели где-нибудь. Но я, ребят, вообще пипец. Я сейчас просто играю и офигеваю от такого, что здесь происходит. Возможно, ребят, мы еще попробуем с вами прокачаться за краба. Если вы хотите, чтобы мы прокачали за краба, ребят, обязательно пишите. Чтобы, Лекс, мы хотим увидеть огромного краба на этой карте. Обязательно пишите. Я попробую, ребят, за краб прокачаться. Потому что вы мне писали в комментариях, что крабы теперь набирают больше 10 уровня. У нас 390 уровень, ребят, на данный момент. Качаемся дальше. То есть, ребят, также добавили нового краба. Черного краба-пирата. И также креветку, за которую теперь ему тоже можно играть. Не креветку, а рак богомол, вроде бы так он называется. То есть, за них мы будем тоже с вами рано или поздно посмотрим, что это такие за персонажи. И как за них вообще можно существовать в этом мире. В этом бренном, очень сложном для выживания мире. Окей, окей. Так, 404 уровень, 405. Просто смотрите, за буквально несколько секунд мы набираем все больше и больше уровень. То есть, мне буквально нужно кого-то проглотить и все. У меня уровень. Просто какую-то сторону посмотреть, зажать правую кнопку мыши. Уровень. Но смотрите, в чем прикол, ребят. Если я буду кусать, если я буду кусать, здесь бак есть. Меня просто выкидывает. Меня просто выкидывает за море, за океан, за воду. На берег. Даже не на берег, а просто выкидывает, ребят. Давай, давай, давай. Я не могу, ребят, опять. Я не могу выплыть нормально. Все, вроде бы выпал, да? Нет? Меня засасывает. Меня засасывает земля. Забучие пески. Ну вот, в общем-то, ребят. То есть, если мы кого-то кусаем, то нас выкидывает наверх. И мы просто подлетаем. Не знаю, это может быть новая космическая программа какая-то. Но в любом случае, это действительно весело. То есть, так высоко я еще не подлетал. Мне было интересно, как можно вылететь из воды. Насколько высоко. И вот это можно, ребят, здесь посмотреть. Благодаря вот этому вот багу. Может быть, потом еще полетаем. 434 уровень, ребят. 434. Я уже тупо, ребят, уже знаете, конкуренция какая-то, она просто уже не существует. Этой конкуренции. Мы просто существуем, ребят, в этом мире как единая монополия. Так сказать, знаете, как бывает, компании захватывают. То есть, какая-то компания захватывает рынок. И тупо она командует этим рынком. И ставит цены на определенные товары. Здесь то же самое. Мне никто ничего не может, никакие условия диктовать. Я здесь главный. Я могу убить всех. Вот пытается кто-то меня укусить в бок. Там какой-нибудь, какой-нибудь мегалодон. Мне пофиг. Мне пофиг, чем он там пытается. Мне вообще абсолютно по барабану. И видите, вот 452 уровень уже. Я тупо, ребята, зажимая правую кнопку, вы, наверное, уже поняли. И пытаюсь набить уровень. То есть, мне каких-то вариантов за кем-то охотиться уже нету. Нету смысла. Мегалодон там где-то у меня застрял в глазу. Офигеть, что происходит? Нифига себе! Офигеть! Мегалодон все кусается. Да хватит меня кусать. Да что? Что у тебя там вообще происходит с тобой? Ты адекватен, мегалодон? Хватит. Хватит, друг. Он, видите, отстал на секунду и дальше начал кусать. Такой, не, не могу его покусить. А может, смогу? Не, не могу. А может, смогу? Мы все летаем с этим мегалодоном. Ну, все, рано и репоза, все равно я его проглочу. Не знаю, на что он надеется. Видимо, нет мозгов у этого мегалодона, ребят. Большой вообще, огромный. А мозги, наверное, на уровне креветки. Потому что не видит он опасности во мне. Хотя опасность огромнейшая. 466 уровень. Вон, плыл мегалодон. Мы сейчас его проглотим сразу же. Ну, 212 тысяч опыта мы, ребят, получаем только с мегалодона. Притом, он вроде бы не был высокого уровня. Опять он появился. Да сколько можно на меня нападать? Все. Я опять-таки говорю, ребят. Он вроде бы не был высокого уровня. То есть он был, скорее всего, начальных. Начальных уровней. И 12 тысяч экспы. То есть это довольно-таки много. Это действительно довольно-таки много. Мы уже, ребят, накопили 27 тысяч золота. Но это не конец. Мы еще близимся. Близимся к концу. Я хочу 500 уровень, ребят. Просто осталось всего лишь 10 уровней. И мы достигли этой цели. Мы достигли этой цели, наконец-то. Потому что вы многие просили. Вот, наконец-то, ребят. Наконец-то мы свершили эту мечту, так скажем. Теперь это явь. Теперь это, наконец-таки, мы узнали, что возможно добраться до 500 уровня. Я, на самом деле, раньше не верил в это. Матрисик. Посмотрите, какой я огромный. На самом деле, раньше не верил, что можно добраться до 500 уровня. Но все-таки, благодаря мультиплееру, это возможно. Это возможно. И это прикольно. Посмотрите, насколько я огромный. Насколько я невероятный просто. За броурага. Видите, все так же, ребят, шатается камера. Все так же колеблется. Но это проблема в том, что мы слишком огромные То есть если бы мы были сотого уровня То было бы все нормально Воу, 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 воу Куда это я полетел Нифига себе Мы сейчас на пальму, ребят, залезем Съедим всех обезьян, которые там есть Офигеть, видите я вот сейчас нажимаю атаку И взлетаю все выше и выше Офигеть Но мы, ребят, все-таки добрались до пятисотого уровня Это действительно круто Это действительно то, чего я хотел Эта вот цель, ребят, была поставлена Пятисотый уровень и пятисотый уровень Чё? Пропала вода на секунду Офигеть Цель была поставлена, ребят, и она была Выполнена, абсолютно Абсолютно точно можно сказать это Ну всё, ребят Я, наверное, думаю, что стоит, наверное, уже на этом Заканчивать, в общем-то И смотрите, да, мы на пальме Мы на пальме, как обезьяна Из рыбы в обезьян Вот, как, ребят, происходила эволюция Вы знаете, есть много теорий о том, что раньше были гиганты Всё-таки, видите, из морей Из океанов, из воды Вылезли гиганты, они залезли на дерево И превратились в обезьян Есть теория Дарвина, что мы Произошли из обезьян, ребят, и вот, в итоге Это может быть так оно и есть Ладно, ребят, на этом всё, спасибо за просмотр Надеюсь, вам понравилось, если да, обязательно ставьте лайки Пишите комментарии, надеюсь, вам подписывайтесь в паблик контакте Ссылка есть в описании и в шапке канала Это была игра Fit and Grow Fish, а с вами был Лекс Спасибо за просмотр и всем добра Хотя постой Недавно я подписался на канал одного крутого парня Который делает действительно качественный контент Канал The Craigie Появился недавно, ему нужна ваша поддержка Ведь он со всем сердцем и душой Подходит к этому делу Он снимает абсолютно разные видео по различным играм Я уже посмотрел парочку и мне действительно понравилось Приятный голос, отличная подача Так что дерзай, ссылочка на него в описании Не будь ханжой, подпишись И помоги каналу рассвести Субтитры сделал DimaTorzok